Противостоять властному беспределу в рамках закона можно и должно. Тем более, что власть в последние годы все чаще нарушает принятые ей уже законодательные акты. О том, как грамотно отстаивать свои гражданские и конституционные права, говорилось 20 мая на митинге, прошедшем на Пушкинской площади. Оказывается, самоуправство власти отнюдь не фатальная неизбежность. И если вооружиться ее же законами, то вполне возможно переиграть ее, загнав беспредельщиков в жесткие рамки законодательства. Главное – ощущать свою правоту и не бояться. Между тем, людей на митинге почти не было. То ли родные дачные 6 соток ближе и актуальнее, то ли совсем нет веры в возможность добиться хоть какой-то справедливости в России. Но с другой стороны, захочет власть отнять по беспределу те же 6 соток. Отнимет ведь? И не подавится. И что тогда делать? Но об этом граждане пока предпочитают не думать. Пока оно есть, да и ладно. Мы видим, что нынешний режим, нынешняя группа людей, клика, которая почему-то именует себя нашей властью, мы этого права не давали. Она этот принцип усвоила и провела в жизни. Говоря современным языком, они себе присвоили право на грабеж, право на беззаконие, право на произвол, то же самое право на бесчестие. И вот это вот право, присвоив себе, они его распространили сверху донизу, с самых высоких этажей властных до самого низу. Мы их напугали, конечно, основательно в декабре, в феврале, в марте. Они немножко задергались, эти содрогания отозвались 6 мая сломанными руками, побитыми ребрами, разогнанной мирной демонстрацией мирного шествия. Это беззаконие, это произвол, они на наше воле и заявление другими методами реагировать не могут. Не позволяет им то самое право. Собственно говоря, они другого и не мыслят. Но мы-то с вами прекрасно понимаем, что если мы вместе, если мы отдаем себе отчет, что власть это мы, вот тогда мы понимаем, что у нас есть инструменты. Инструменты компетентной, профессиональной борьбы, мирного противодействия на совершенно законных основаниях, противостоять этому беспределу, этому произволу, этому беззаконию. К сожалению, в нашем государстве не принят закон, хотя он обсуждался. О том, что преступным является исполнение незаконного приказа. Этот закон так и не был принят. Он был заболтан в нашей думе, где сидят наши депутаны. Я не оговорилась, депутаны. Потому что они очень хорошо устроились. У них прекрасное содержание. И им ничего другого не надо. Вот. Этот закон принят не был. Поэтому вы должны понять, что сотрудники полиции – это такие же граждане, которые находятся под приказом. И, естественно, они опасаются. Далеко не все из них мерзавцы, я вас уверяю. В общем, может быть, нехороших людей там гораздо меньше, чем мы с вами думаем. Дело в том, что они боятся быть уволенными, потому что вышедший с волчьим билетом на волю сотрудник ОМОНа с чистой совестью, неизвестно, кому будет нужен и где он будет работать. А у них тоже есть семьи и дети. Поэтому об этом тоже надо думать. Я их очень хорошо понимаю, поскольку бывших не бывает. А я тоже отец милиции. Наталья, скажите, пожалуйста, как обычный простой гражданин может противодействовать беспределу власти? Вот так, прямо с нуля. Вот, например, у нас есть инструкции. Очень простые, четкие инструкции. Буквально из четырех пунктов. Воспользовавшись этими инструкциями, любой человек может пойти и проверить свою управляющую компанию. Неужели это так просто? Это достаточно просто. Главное, это запросить у них все материалы, все отчеты. И затребовать, чтобы они дали всю информацию по подтверждающим документам. А, как правило, людей смущает это. Они говорят, ну я не профессионал, я не аудита. А это как раз сделано именно для непрофессионалов. Для этого совершенно не надо быть каким-то специалистом. Я достаточно долго разрабатывала эту инструкцию, чтобы она была понятна любому человеку, не обладающим никакими бухгалтерскими знаниями, там, юридическими тонкостями. А как можно получить эту инструкцию? Лично у вас или куда-то можно обратиться? И у меня тоже специально сделала для митинга в большом количестве. И мы их будем распространять по ящикам, мы будем развешивать их на столбах, на домах, где угодно. И на сайте на нашем ОРГНК, Организации народного контроля, тоже есть все эти инструкции. Оргнк.ру? Оргнк.ру. Есть еще более радикальные методы борьбы с ворами. Воров нужно бить их же оружием на их территории. То есть мы предлагаем бить рублем. То есть не платить за ЖКХ три месяца, за это не выселяют, за это даже никаких санкций нет. Но это касается только тех, кто не получает субсидии. Потому что те, кто получает субсидии, их будут за это карать, и не дадут потом платежи от государства за эти субсидии. А те, кто не получает ничего и только сам платит, мы предлагаем не платить три месяца, чтобы эта власть поняла, что мы здесь главные, что мы здесь хозяева, и с нами так просто нельзя сладить. Тем самым мы выставляем свои требования, достаточно четкие, чтобы государство сохранило все обязательства по капремонту, чтобы не повышались тарифы с 1 июля 2012 года, чтобы обязательно все работы, которые проводит управляющая компания, проводились только с ведома, с санкцией, с подписи жителей и представителей дома. Состояние злобной апатии у людей уже прошло, это точно совершенно. У значительной части гражданского общества уже и страха нет. Потому что нас вроде как напугали 6 мая, но люди-то не испугались, посмотрите. Окупая бай, баррикадная, вчера на Арбате, не боятся люди этой власти. По одной простой причине. За нами правда, а за ними произвол и беззаконие. Когда правда за тобой, бояться нельзя. И это в конце концов люди понимают. Сегодня малочисленность митинга объясняется, на мой взгляд, прекрасной погодой. И многие просто по-житейски, по-обывательски поехали на дачу сажать огурцы. Лейтмотив митинга. Любой гражданин, поскольку он платит налоги в казну государства, имеет полное право спросить с этой власти, куда идут мои деньги. Самое главное, не бояться задавать этот вопрос настойчиво. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, телеканал Политвестник.